Мы говорим о Боге, о вечности, потому что это место, рулетка, самое остромное на земном шаре. Открыться, совокупляется, никто их не запрещает. Половина мужиков раздетые, пьют, едят непрерывно. Это место, которое Господь показал, тьма адская, и мы сошли сюда проповедовать о Христе. Считаем Евангелие, чтобы люди вразумились. Ословь Бог. Так, еще. Я, давайте, себя погромче сделаю, чтобы вы меня слышали. Я вам сказал, ну а что вы хотели еще? Не, я интересовался. Может, вопросы есть какие-то? Сколько вам лет? Ну сколько, а как вы думаете? Посмотрите. Ну, моему дедушке 86, в принципе, выглядит. О, почти угадали. Как раз так и есть. 86, да? 80, 80, 80, 80. А то другие там не знают, они не понимают. Ну это, вы узнали теперь, какой мой рост, какой вес. Это ничего не дает. Мы пришли... Нет, мне интересно было возраст узнать. Ну ладно, вот я в рулетке пока самый старший. Еще старше меня никого не встречалось. Так, учитывая, что я нахожусь здесь 70 дней, уже 70 дней в рулетке, и составлено 260 роликов. Неплохо. В Ютубе? В Ютубе. У нас Ютуб называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». Хорошо. Вы запишите «Игнатий Лапкин». «Во свете Библии». Вы себя там увидите. Без проблем. Хорошо. Как вас зовут? «Игнатий Лапкин». «Игнатий Лапкин». «Игнатий Лапкин». Если у вас будет желание по скайпу поговорить, вы извините «Игнатий Лапкин». Я один с этим фамилией и именем. «Хорошо. Давайте продолжим тут хотя бы диалог чуть-чуть». «Давайте что?» «Продолжим тут диалог». «Никак вот слова не ухвачу, и все». «А, продолжим тут диалог». «Вы меня погромче чуть-чуть сделаете». «Ну я сделал вроде бы так как-то. Ясно, я, может, плохо слышу». «Вот так вот, нет, давайте вот так вот». «Ну давайте». «Давайте продолжим тут диалог». «Давайте». «Только заранее договоримся, чтобы ни одного ругательного слова не было от вас». «Не, я при старших не ругаюсь». «Ну дай бог. Мне вчера один не ругаюсь. Он говорит, он ясновидящий. Когда я стал говорить, что это от сатаны, как он начал материться, у него фонтанировать канализационную трубу прорвало. Но я при дедушке своем не ругаюсь, я считаю». «Слава Христу». «Давайте, слушаю вас, пожалуйста». «Назовите свою веру, вот именно веру». «Мы православные христиане, русская православная церковь». «Все, хорошо. Это уже, это уже, слава Богу, это уже, слава Богу, что вы не баптисты». «Да, у нас от конкретно, вот видите, главная книга мира». «Ну я тогда, нельзя хвастаться, но чтобы тоже…» «Да, у нас крестики, слава Христу». «Видите, приятно слышать». «А вы, если зайдете на наш YouTube, и вы только зарядите слово «метрополит». «Вот 3 февраля было 40 лет, как мой родной брат, на 5 лет моложе меня, в священном сане. И к нам приехал митрополит, алтайский. Удивительный человек. Таких митрополитов, может, в России больше нету. Вот как отец родной для всех». «У меня дядя во Владимире, я сам, я, у меня, говорю, я сам с Москвы, с Московской области, а у меня дядя во Владимире, ну, в Владимирской области, он монах. И тетя монахиня, и дядя архимандрит». «Вот это да». «Блин, как вам показать отец с матерью?» «Да ладно, не отвлекайтесь, я верю, не отвлекайтесь. Я хотел сказать, если вы зарядите во свете Библии, во свете Библии, YouTube, Игнатий Лапкин, а если во свете Библии напишите сайт, откроется наш огромный сайт, огромный. Там я отвечаю на 4 тысячи вопросов студентам по радиопрограммам, когда я вел три радиопрограммы. Вы увидите там то, чего нигде больше нету. Там 50 книг моим голосом насчитаны. Полностью «Жития святых», «Златоуст», «Добротолюбие». Это хорошо, это хорошо. Ну, я не то, что хотел похвастаться вам, мама рисовала вот недавно, на секунду, расписывала, скажем так. Они росписью занимаются. А это что, как? Ну, на Пасху, на Пасху. А это на Пасху, а, о, это много труда отнимают у них. Да, они так работают. Они так работают, они этим зарабатывают. Отец реставрирует иконы. Вот видишь как. Видите, оказывается, в чат-рулетке не только вас сатана может. Видите, в чем дело. Мы увидели, что он здесь делает, это Содом и Гаморра. У нас умер брат парализованный. И он успел два ролика здесь сделать. Я когда посмотрел, я понял, это мрак. Я попросил Бога, как брат Сергей зашел сюда, он 17 лет лежал на вытяжку, парализованный. Дай, Господи, мне талант сюда зайти. И говорю, что вот за 70 дней у нас, у меня образовано примерно 240 роликов. Беседы, которые выставлены в Ютубе. А у нас Ютуб большой канал. 4660 роликов. Мы строим православную деревню с нуля. Разговор ведем с человеком, когда он докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. На чем строили все православные селения. Вот не курю, матерюсь, честно скажу, много. Да, много. Ну, блин, я не знаю, как без... Я почему-то при девушке своей не ругаюсь, при маме не ругаюсь, а с друзьями ругаюсь. Ну, ты понимаешь, вот ко мне, я когда сидел за слово Божие в тюрьме, один подошел, охранник, и начал говорить. Я не могу понять, что он говорит. У него он бля-бля, я так вот там все... Я говорю, знаешь, это вот параша, полное испражнение, и там крошка хлеба плавает, и поймать ее невозможно. Смысла нету. В Библии написано, за каждое праздное слово человек даст отчет. В другом месте написано, горе человеку, и горе человеку, немогущему обуздать язык. Скверно, это гной изо рта. Да, мамы сидели в тюрьме. Как? В тюрьме-то, а мы сидели. Да, я пять тюрем прошел. А как так получилось? А как получилось? Советское время, 70-е годы. В это время я брал интервью репрессированных, издал архипелаг ГУЛАГ, насчитал Библию, святых отцов. То есть вас за слово Божие... А зачем же? У меня дело стоит выставлено в интернете, что говорят, дословно записанная тайна. А потом в Париж отослали, русская мысль, кажется, и там все напечатали. Вот вы зайдете на наш сайт, и на первой странице, наш сайт, во свете Библии Игнатий Лапкин, и там книги стоят. У меня вышло 38 томов в печатном виде, и еще 7 томов в электронном. И там первая книга, для слова Божия нет уст. Полностью моя биография, и какие газеты, что писали здесь, за рубежом. Там только документы. 752 страницы, каждая книга. Это большой, огромный, огромный... Вы тут каждый день сидите? Да, я 14-16 часов каждый день. И вот когда писал книги, у меня 9 лет ушло. Больше 30 тысяч я провел за компьютером. Приходилось верстать и в фотошопе работать. Нет, сейчас. Сейчас, в данный момент. Мне 80 лет. И несмотря на это, я сижу здесь каждый день 14-16... Нет, вы не поняли сейчас меня. Вот вы говорите, 70 дней тут сидите. Вы каждый день тут помного сидите? Я и говорю, 14-16 часов. Офигеть. Каждый день. Вы с ума не сошли? Нет, нисколько. У меня не действует это. Тут закалено все уже. Меня Бог по разным плавильным, говорит, установкам пропустил. Я потому что не могу. Я хочу пообщаться с людьми, а они переключают. Хочу пообщаться, переключают. Никак. Потом начинает, быковать начинает. Ну, вы понимаете, что слово быковать, да? Когда оно начинает. Ну, вы узнаете, когда зайдете, вы увидите, даже там рулетка идет. Видите, названия у меня все из Библии взяты. Что они хуже колючей изгороди. Беседы. Люди находятся. С мусульманами много бесед прошло. Это огромный опыт, потому что я с мусульманами специально работал. Мы прошли, вот Господь положил на сердце книги подарить библиотеке мира. И мы приобрели газель. Я в Барнауле живем. Доехали до Владивостока, порт Находка. А на следующий год мы забросили контейнерами книги, там тонны четыре. И прошли до Лиссабона, Португалия. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север. В 650 городов подарил я полностью свой комплект. На 35 миллионов подарок сделали. Книги видели в библиотеке у Путина. Показывали как-то. А вот вы говорите, мы. Кто? Ну, мы верующие, братья, сестры. Вот мы поехали. Два миссионера и шофер. Ваш приход? Да, это у нас в Две общие зарегистрированы православные. Нет, приход. В смысле православный приход? Ну, Барнаульский крестовозвиженский приход, да. Угу. Вот здесь. И с нами собака. И вот представьте, что 650 выступлений пришлось делать в библиотеках, везде. Мы сделали подарок. Книги находятся в библиотеке имени Ленина в Москве, в парламентской, в исторической. Прошли Турцию с той стороны Черного моря. Шесть мусульманских республик. В Чечне несколько раз были. Получил я благодарность от Лукашенко, от Рамзана Кадырова. Книги имеют... Это не просто я сидел и выдумал. Книги имеют особое божественное назначение в пророческом духе. И там предсказывают, что Господь. И люди обращаются. Преступник получил книгу, он говорит, я три раза успел прочитать, пока сидел. Люди встают на новый путь. Почему? А я не теоретик, практик. Я конкретно говорю, вот такая-то обстановка. Вот такая ситуация. Как из нее выйти? Вот только на нашем сайте вы зайдете. Я отвечаю на 4124 вопроса. Я одновременно вел занятия в пяти университетах, в тринадцати школах, во всех отделах милиции, воинских частях, заводах и пабриках. Дмитрия Смирнова смотрите? Или Осипова? Еще бы. Очень даже хорошо знаю. И слушал. Вот Андрей, Андрей, говорю, Акураев. Он у меня приезжал, книги здесь взял. Здесь у меня, вот где я сижу. Вот. Вы видите, Олег Стеняев, он у меня приезжал, здесь же был. Можно с вами поделиться? Пожалуйста. Вот живу жизнью, а смысла не вижу вообще. Вообще не вижу смысла. Не в смысле то, что больно не вижу смысла. Вижу своей жизнью не вижу смысла. То есть, как будто ничего не сделал. Тупо вот перерабатываю. Извините, это же не грубо, не мат. В говно все перерабатываю и все. Вот вы знаете, что вы в нужном месте оказались сегодня. Меня могло быть не здесь. У меня сейчас только разговор заказали из Германии. Вчера мы только послали книги в Ирландию. Перед этим полный комплект в Испанию. В Австралию, в Америку. Представляете, какая у нас работа идет. А мне 80 лет. Я не чувствую себя, что я болен. Я еще ни одной таблетки не съел. В пяти тюрьмах пробыть. Меня 26 лет мучили, крутили, морозили. У меня живой клетки нету, кажется. А я на ногах хожу. И у меня всегда радость. Почему? Потому что мы делаем то, что возрождает души. Вот представьте. Извините, я сейчас боюсь вас просто обидеть нечаянно. Блин, я даже не могу это сказать. Потому что я могу ошибиться. Подождите, вы дослушайте. Я еще вам скажу сейчас. Вот в 23 года я вернулся из армии когда. А я был с детства верующий. Мать говорила, вот нельзя в пионеры уступать. Нельзя там с женщинами иметь дело. Там воровать, материться. Я еще ни одного матерка не сказал за 80 лет. А потом мне в руки попала Евангелие. А я работал в это время на корабле. Я склонился на колени. У людей был. И когда я встал с молитвой, а я кланялся, молился. Так, и мою жизнь Бог изменил настолько, что я сам себя не узнал. В 23 года, вот 56 лет я иду этим путем. И у меня дня не было, чтобы не было радости переполняющей. И что интересно, это чувство. В интернете зарядили как-то. Кто самый счастливый? Это же вообще, интернет выдал на меня. Интересно. Я говорю, встретился там, сидят генералы, 5 человек. Мэр города. И говорит, а мы о вас рассуждали. Я говорю, а о чем? Более счастливого человека не знает никто. Я говорю, а почему? Вы делаете то, что вам нравится. А я работаю, вот сижу там с делами. Представитель краевого суда, там, прокурор края, генерал-лейтенант. Мне это не надо. А вы делаете то, что есть. Я вот основал лагерь при помощи Божией. И без помощи государства 45 лет был начальником. Тысячи детей подняли. Без рубля от государства. Знаете, какая радость? Как дети становятся на ноги. Они бывают уже со своими детьми ко мне приезжают. За 18 лет ни одного отравления, ни одного повреждения. Ни один не погиб. Вот сейчас... Можно спросить? Да. Вот мне показалось, как будто вы хвастаетесь этим. Да, да. Нет, это не показалось. Так есть, апостол Павел говорит, хвалящийся хвались Господом. Я везде вижу милость Божию. Он на руках меня несет. А, то есть это это... А это не мое. Я бы никогда ничего не сделал, не написал. У меня нету. Я хвалюсь моим Богом, живым. Вы говорите, у меня нет ничего там. Вот вы все прослушайте. Зайдите на наш YouTube, и вы увидите. Как Бог делает? Бог. А Бог один и тот же и для вас. Вы просто закопали таланты свои. Вы не знаете, кто вы есть. Когда Господь вас расшевелит, переплавит, вы на себя глянете на сегодняшнего и скажете, неужели я был такой тюхтёй? Да что ж такое-то? Если ты выжанишься, ты подкаблучник. Тебя жена будет рубить пополам такого. Не, не будет. Вот сам прикол, у меня девушка есть, хочу я с ней пожениться и повенчаться. Нет, сам прикол, я не понимаю. Я устраивался поваром. Поваром хотел быть. Да я за кем хотел быть, в итоге я не тот, кем хочу быть. И что он? Что это за плет? Почему? Ну, блин, у меня сложная жизненная ситуация просто. Отец ушел, когда было мне 5 лет. Мама была беременна. И еще было, ну, получается, рождался третий. И потом, ну, так жестко было, короче. Выживали, как могли. Денег не было, какое-то такое развлечение, комп, интернет не было. У меня появился, мне было всего там 16 лет. Мне сейчас 23. То есть я толком-то, ну, так, постигающий, можно сказать, так вот. Я просто не пойму. Я очень сильно верю в Господа. Очень сильно. Прям вот дико сильно. Я не знаю, как это описать. Я прям чувствую, что он присутствует в моей жизни. Даже какое говно бы я не делал бы, я чувствую, что он присутствует. Я не знаю, почему он еще со мной. Я столько говна в своей жизни сделал. Я не понимаю. Либо он видит во мне какой-то шанс. Я не понимаю, только какой. Зачем это? Что я могу сделать? Что я могу сделать такого? Я не знаю. Очень много лени во мне. Лень просто. Это вот я... Знаете, такой прикол? Сначала родилась лень моя, а потом я уже родился. Вот так вот. Это вот прям про меня 100%. Я не знаю. Я не знаю. В основном лень. Мне все лень делать. Все просто. Даже больше вам скажу. Мне даже лень играть бывает. Вот развлечение. Даже это лень. Я не понимаю. Это вот... Это дьявольская, я знаю, штука очень дьявольская. Как они от нее избавиться, я без понятия тоже. Я понимаю, что вы мне скажете опять про Америку. Что вы что-то отправляли. Вы большой молодец, если это правда. Если это все в момент в другом. Столько людей. Столько людей. Не видящих никакого смысла в жизни. Тыкающих. Извините, дрочащих. Тут вот голые вот это вот. Девушки сиськи показывают. Это вообще лично их. Я понимаю между мужчиной и женщиной, когда они все уже вместе. А тут что? Не понимаю. Вот я хочу убить в себе лень. Очень сильно. Знаете, мы молимся так. Вот сюда пришли. Господи, мы опустились в эту тьму. В это ущелье мрака. Пошли сюда добрых проповедников. К христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Возвести им о любви Твоей. Что так возлюбил Бог мир. Что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Чтобы всякий верующий в ней не погиб, но имел жизнь вечную. И мы эту миссию стараемся выполнить. Вот почти 70 дней я здесь нахожусь. Я благодарю Бога, что Господь позволил прийти сюда. Я уже нашел несколько человек, которые радостно слышали это. А некоторые были давно уже на нашем Ютубе. Они первый раз, говорит, встретились, поговорили хоть. То есть специально вас искали тут? Нет, не искали они, а тут натолкнулись. А, нечаянно? Тут не найдешь, тут никаких данных нет. Человек в Америке живет. А когда-то жил в России. Я с ним говорю, а он не может остановиться. Нет, нет, опять засмеется. Ну как Бог устроил. Да я ведь Игнатий Тихоновича так вас искал. Вот почему это у меня? Вот это радость. Мы хорошо знакомы были, но он из сектантов. Он не православный. Но все равно радость его не поддельна. Я отца его хорошо знал. И вот сегодня я встал. Мы встаем в 4.40 всегда. В 4.40. Ну а я встаю в 2 часа ночи. 2. Я уже за компьютером. Потому что мне надо разобрать почту. Ответить на вопросы. Ежедневно ставлю 10-13 роликов. Сколько вы в день спите? Ну когда я в силе был еще. Я сокращал себя 2,5 часа. А что вы удивляетесь? Вот Елизаро спал 3 часа всего только. Вот Леонардо да Винчи 3 часа. Я это знаю. Но надо себя испытать. На что ты гожий? Вот представьте. Идет человек опасным путем. Я знаю, меня рано или поздно арестуют. И я молюсь только об одном. И никто не знает, о чем я молюсь. Я молюсь, Господи, когда меня заберут, чтобы у меня не исчез дух молитвы. Даже те, которые сидели, а я с такими встречался, как отец Глеб Якунин, он там 7 лет в якутских лагерях был. Саша Огородников, там, ну, я могу называть, отец Дмитрий Дудко. Я спрашиваю, у вас такое было? Даже не слыхали. А у вас, я говорю, у меня это нормальное явление. Как? В тюрьме подъем... Молитва не пропала, чтобы как бы... Подъем, подъем 6. Меня поднимает ангел. Ровно в 4. Минута в минуту. А там горит свет. Часов ни у кого нету. Так охранники через глазок смотрят и говорят, вот он лежит, как лег спать. Я вот так, руку не уберет. Почему я лег поздно? Стою на 2 часа раньше. Это у меня минимум 1,5 часа утренняя молитва. И днем я стою на молитву раз 5, по 1,5 по часу. Псалтырь, прочитывая за 2 дня. Новый завет за неделю. И своими словами, и не меньше, как тысячи 2 поклонов. Тюрьма. Отовсюду стучат. Скажите, батюшки. Я улетаю земных поклонов. Так, что? Из земных поклонов делаете? Из земных. Сейчас мне уже нельзя. Это делать больше трех. Я на стройке работал всю жизнь. У меня раздавлен позвоночник. Три грыжи. Я сколько старался. Наконец-то у меня что-то хрустало. Я сейчас делаю поклоны земные. Опять. Но только уже не столько. Почему? Главное, это наше оружие. Это 100 поклонные щетки. Вот. У тебя всегда будет свет перед глазами. Вот представьте, стихотворение. Открываешь Пушкина. У него там, там защеркнул слово, там защеркнул. Там у меня написано в интернете 3467 стихотворений. И каждое по 9 куплетов. 9 куплетов. Это 36 строчек. И напротив, в каждой строчке указана какая книга, какая глава, какой стих Библии. Откуда взята мысль. Таких стихов не было за всю мировую историю. Нету? Не знаю. И при том у меня вот это 3467. Это вот пачка продается, бумага. 500 листов. 7 пачек. Исписанное стихотворениями. И ни одной паравки нигде нету. То есть чистого листа пишется. Это невозможно. Это только Бог делает. Бог. Я не поэт. Нет. Я не писатель. Я печник. 40 лет пищи делал. Игнатий как? Лапкин. Лапкин. Уменьшительно от слова лапа. Вы зайдете против меня в интернете в 220 роликов примерно. Такую ненависть вызывает во врагах наша работа. Это означает, как Уальт говорит, такой был философ. Вам слышно? Да, конечно. Я, говорит, о вас слышал столько клевет, что я теперь, говорит, немало не сомневаюсь. Вы прекрасный человек. То есть на себя вызвать такую силу адскую. Вот представьте, только в черный список у меня занесено около 9 тысяч человек. С матерками заходят. А их не касается. Представьте, мы строим православную деревню с нуля. А таких сел 21 тысяча. Почему никто больше не берет? Я не теоретик. У меня гуманитарного образования нет. Я просто практик. Встаю рано и стараюсь Богу угодить. Это мой Господь. И у меня друзей много. Врагов много. Это живая жизнь. Я молю Бога, чтобы Господь врагов помиловал, их безумие, ложь, которую, говорят, простил. Это круто. Ютуб называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» название. Я уже на вас подписался. Все. «Во свете Библии». Представьте, у нас там 14 тысяч 660 роликов. И все они, и в лагере, только в лагере сняты 470 роликов. Как дети встают, как мы работаем, как в лодках плавают, собираем ягоды. То есть у меня в лагере настолько интересно, что приезжали люди из Бразилии, из Америки, там, с Израиля. Как так? Ребенок-наркоман в течение одного месяца, он и всегда забывает. Я говорю, молитва. Брат у меня священник, и в лагере освящается, мы встаем рано. В детском лагере пойдем в 5. И вот такого лагеря ни одного не было. Игнатий. Ладно, тогда с Богом. Дальше просвещайте тогда. Так. Слава Христу. Так, если будет желание зайти в скайпе, скайп, 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 Игнатий Лапкин. Вы на меня сразу выйдете. Хорошо. Удачи вам. Спасибо, Христос. Вас как звать? Я вас, спасибо. Владислав, Владислав, да помилует вас Господь и даст великий смысл жизни во Христе Иисусе. Спасибо. Аллилуйя. Спасибо Богу. Спасибо. С Богом. До свидания. До свидания.